В День солидарности по борьбе с терроризмом в Кургане на Троицкой площади прошел турнир по силовому многоборию. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, спортивно-патриотического клуба «Ярополк» в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Турнир по функциональному многоборию проходит единовременно в формате телемоста в пяти регионах России. «Красногорске», «Кургане», «Архангельске», «Улан-Удэ» и «Ульяновске». Скорость, движение и сила. Для участников соревнований это не просто слова, но еще и возможность показать, на что они способны. Скорость, движение и вот это показывает то же самое сильное, вот это вот появляется скорость. Участие в турнире приняли как девушки, так и юноши. Мария Ханжина признается, больше всего привлекает разнообразие дисциплин. Здесь есть и штанга, есть и гири, есть и турник, есть и бег, там, например, тот же самый. То есть здесь нужна и сила, и ловкость, и выносливость. Полоса препятствий состоит из восьми этапов. Среди них тяжелая атлетика, гиревой спорт, бёрпи – упражнения, которые сочетают в себе несколько последовательных движений, таких как приседания, упор лёжа и прыжок. Участников активно поддерживают зрители. Там раньше занимался кроссфитом, стало интересно, как прогрессирует спорт молодой, поэтому пришел посмотреть. Лёгкий город маленький, интересно, как такие вещи происходят здесь. Победителями турнира стали 18 человек. Лучшие результаты по региону показали Екатерина Сычкова и Антон Радин. Зинаида Мальцева, Виктория Бессонова, Александр Киселёв, Анастасия Гайгородцева. Вести за Уралье.